Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об очень интересной теме. О том, что в ходе судебного процесса на всем его протяжении, начиная от начала, начиная от подготовки искового заявления и заканчивая самыми последними стадиями, это надзор и пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам, либо это касационное, либо апелляционное рассмотрение. На всем протяжении процесса я всегда настаиваю на то, чтобы сторона вновь, вновь прочитывала те нормы, те позиции, те основные элементы, на которых основывается позиция. Почему, дорогие друзья, и здесь, конечно же, необходима помощь специалиста зачастую. Почему это необходимо? Я с вами сейчас об этом поговорю. И, конечно же, дорогие друзья, если вам необходима помощь, консультации и составление тех или иных документов, исковых заявлений, апелляционных, касационных жалоб, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Итак, дорогие друзья, очень часто мне приходится возвращаться, потому что юрист это не тот человек, который в памяти держит все, скажем так, нормативные акты, подзаконные нормативные акты, либо постановление пленума, либо позиции Верховного суда, либо решение Конституционного суда. Да, есть общеупотребимые нормы, к примеру, которые уже на зубок знаешь, и как они описаны в законе, и все равно при подготовке искового заявления, при подготовке апелляционной, касационной жалобы, всегда необходимо открывать закон, последнюю его редакцию, потому что законодательство очень быстро меняется. Оно очень быстро уточняется, потому что общественные отношения развиваются. Вы сами прекрасно знаете, что у нас в стране происходит, незаконное санкционное давление на нашу великую родину, и, конечно же, тут приходится трансформировать некоторые правоотношения, и законодательно, и практика меняется. Поэтому каждую норму необходимо перепроверять. И, конечно же, дорогие друзья, когда вы читаете много, я уверен, многие мои зрители канала, они и смотрят много роликов, и читают литературу, и соответствующим образом обращаются за консультациями. Мы много вопросов обговариваем, приходим к тем или иным выводам необходимости составления тех или иных документов, составляем план действий и так далее. То есть множество позиций проходит таким образом, что человек не просто рассматривает свое дело, а соприкасается с другими подобными делами, или однородными, или схожими, или из других отраслей, или по которым уже принято решение, то или иное. То есть здесь, дорогие друзья, как бы множество взаимодействий. И я, например, всегда, когда готовлю тот или иной документ, опираясь на те или иные позиции высших судебных инстанций, постановления пленума, норму, всегда стараюсь прочесть их, соотнести с материалами дела, неким образом применить, к примеру, в той же апелляционной, в касационной жалобе, при подготовке иска. Но после того, как уже все составлено, стараюсь отложить документ и потом еще раз его проработать, заново прочесть, на свежую голову, когда ты не погружен. Потому что, когда составляется та или иная жалоба, тот или иной документ, очень часто бывает, что вот вы применили какую-то норму, и потом следующее, 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 и вот у вас череда норм, череда обстоятельств. И зачастую некие элементы из предыдущих норм, они начинают переходить, и вы их накладываете, вот здесь, возможно, ошибка, юридическая ошибка при применении нормы права. Поэтому, всегда старайтесь, я сейчас говорю не о таких элементарных, простых делах, там, где только одну норму применили и все. Я говорю о таких сложных делах, там, где речь идет, к примеру, о разделе имущества, там, где речь идет о оспаривании договоров купли-продажи, дарении недвижимости, там, где речь идет об иных таких правоотношениях, которые в себя ряд правоотношений включают, то есть необходимо в конце еще раз себя перепроверить. И я зачастую замечаю, что те нормы, которые изо дня в день повторяются в тех или иных исках, все равно их нужно заново сверять с первоисточником, и появляется некое новое прочтение при каждых новых обстоятельствах дела. Поэтому я и вас ориентирую на это, на то, чтобы вы не закостеневали в своей позиции, которую вот вы изначально изложили в исковом заявлении, потому что очень много у меня бывает таких ситуаций, когда зрители, подписчики обращаются ко мне, и мы вот рассматриваем исковые требования, возможно уже рассмотренную апелляционную, касационную жалобу, и в общении у нас возникает некая новая точка зрения. Но это просто не перечесть, очень много было, масса таких случаев было, когда люди говорят, а как это же на поверхности лежит, почему мы этого не заметили? А ведь это же прямо вот, вот оно, вот оно лежит. Потому что, дорогие друзья, нужно иногда абстрагироваться, отложить в сторону дело, и очистить, как бы, заняться некими другими делами, а потом снова к нему возвратиться, и вы, возможно, увидите новое прочтение. Еще я практикую, если составляется та или иная жалоба, каким бы я себя не считал специалистом в той или иной области, я всегда стараюсь обговорить это с коллегами. Всегда. И зачастую после разговора возникают, даже там, где, казалось бы, ничего нового уже придумать нельзя. А вот вы поговорили, обговорили, у вас какая-то новая мысль появляется. И поэтому я всегда рекомендую обговаривать те или иные документы со специалистом. Я могу переговорить с коллегами, могу позвонить коллеге, который, вот, к примеру, я слышал, вот он только-только применял эту практику, и вот в суд сходил. А как суд к этому отнесся? Как суд к этому отнесся? То есть, понимаете, это всегда новая точка зрения. Или вот рядом с вами коллега переговорили, у вас уже в разговоре, пусть из какого-то другого дела, но вы уже видите взаимосвязь некую. Просто обговорите со специалистом, у вас всегда появится некое дополнительное видение этой проблемы, этого дела. Оно лишним никогда не будет. Потому что очень частые упреки, которые звучат в апелляционном, в касационном производстве, и те, кто проходил, те прекрасно это знают, говорит апелляционная инстанция, вы повторяете доводы искового заявления. Дорогие друзья, а мы находимся между Сцилой и Харибдой. С одной стороны, нам нельзя выйти за пределы исковых требований, а с другой стороны, необходимо нечто новое показать в апелляции и в касации. И вот здесь сторонняя точка зрения со стороны специалиста, она будет как нельзя лучше, как нельзя кстати. Потому что нельзя новые основания, нельзя новый предмет. Но новые факты, новые доводы, новое видение этой ситуации, оценку процессуальной деятельности суда через иную призму, оценку применения нормы права, ее всегда можно найти, дорогие друзья. Вот это то, о чем я хотел поговорить, и конечно же, если вам необходима помощь, совет, консультация, составление тех или иных процессуальных документов, искового заявления, апелляционной, касационной жалобы, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Счастливо.